Всем привет! Вы на канале GameDop. Это игра Тактические Монстры. И сегодня у нас опять видео по новой карте в этой игре. Что-то в последнее время разработчики данной игры как-то активно начали работать. И сейчас почему-то выпускают много карт. И они обещают, что их будет ещё больше, чем уже есть. Их уже и так немало сложно определиться, какие карты брать и качать. И то хочется, и то хочется, и то хочется. Их много. Покачать хочется всё, но нужно выбирать, что лучше качать. Потому что всё качать не получается, естественно. Итак, данная карта фиолетовая. Называется Сергеевна. Это вот такая вот матрёшка. Кстати, кто не знает, матрёшки первые появились в Китае. Это я помню ещё в школе где-то там вычитывал. Ещё помню, что эта матрёшка символизировала какого-то там китайского бога. И получается, что каждая матрёшка внутри показывала какую-то там эмоцию, какое-то состояние бога. Одна матрёшка показывала, что бог добрый. Вторая матрёшка внутри бог злой. Третья матрёшка бог довольный. Третья там весёлый. Четвёртая недовольный. И так далее. Ладно, что-то отошёл я от темы. Возвращаемся к нашей русской матрёшке. Получается, данная матрёшка наносит физический урон. Вот здесь написано. И второе её пассивное свойство. Это безжизненный. Она же деревянная. Поэтому с её нельзя высасывать жизни. Нельзя пускать на её кровоток. И нельзя её лечить. Вот только по логике вещей она должна хорошо гореть. Но разработчики этого не учли. ХП 570 на 12 уровне. Такое себе. Немного. Совсем немного. Но после прокачки 14 уровня у нас добавляется плюс 20% ХП. Здесь уже более-менее. Уже тогда будет ХП нормально. Она сможет там 2-3 удара на себя поймать. Урон. 213. Тоже вообще немало. То есть вообще немного. Хотел я сказать. Физзащита 2. Махзащита 2. Получается, урон снижается от физ и маху. А так на 40% всего лишь. Смотрите. Инициатива 12. Ну это то самое, что 0. Короче, инициативы её вообще нету. Она будет в самом конце ходить. Поэтому, возможно, лучше всего её выставлять как четвёртую карту в конце хода. Я бы этого героя назвал бы каким. Он не танк. Он не ДДшник. Этот герой, который контролирует кого-то. Он кого-то держит в контроле. И как раз его в конце хода выгодно выставлять. Потому что инициатива маленькая. Мобильность троечка. Как раз к нам мобы чужие подходят. Мы ставим там Матрёню. Нашую сериевну. И она его контролит. Я это обожаю. Смотрим на навыки. Так. Удар головой. Просто атака головой. Никаких способностей здесь нету. Смотрим на пассивный навык. Вот здесь уже интересно. Здесь уже есть как бы изюминка этого героя. Тот самый контроль. При получении урона от контратаки. Оставляет оболочку куклы. И отступает на случайную соседнюю клетку. И не получает урон. После отступления уменьшает жизни на 10%. У неё уменьшаются жизни на 10%. И увеличивается атака на 15%. Получается мы атакуем. Получаем контратаку. Отступаем на одну клетку в одном радиусе. Если такой свободной клетки нету. То она не отступает. Не получаем урон. Теряем 10% хп. И увеличим свою атаку на 15%. И на месте себя мы оставляем свою копию. У этой копии одно хп. И эта копия как бы агрит на себя противника. То самое что и блок. Когда блок атакует. Он агрит на себя противника. Противник бьет только блока. Здесь в качестве блока выступает и матрёшка. Копия матрёшки её. Поэтому на следующий ход. Противник должен или кем-то убить матрёшку. Копию матрёшки. Либо тот кого атаковала наша матрёшка. Будет сам по себе авто атаковать копию матрёшки. Таких вот копий за сражение Сергеевна оставляет 4 штуки. Но после 20 левела данный скил улучшается. Остаётся всё то же самое. Только не 4 вот эти вот копии после себя оставляет. А 5 раз. Может оставлять за бой. Как по мне данное улучшение аж на 20 левеле. Это уж как-то совсем не классно. Да и само улучшение как по мне не очень хорошее. Ладно, теперь смотрим на ульту. Для запуска ульты нам нужно 4 энергии. Ульта наносит 150% урона. И запирает противника в кукольный футляр. Пленённый монстр не может двигаться или использовать навыки в течение двух ходов. Но любая первая атака по монстру разбивает его в футляр. В принципе данный скил можно сравнить с оглушением. Только на 2 хода. Когда противник внутри данного футляра. Если допустим у него есть какие-то пассивные навыки. Наподобие какой-то ауры. Которая бафает всех вокруг. То эта аура по прежнему работает. Ульта конечно мне нравится. Но 4 заряды энергии не так уж и легко и собрать. Давайте сейчас сыграем и посмотрим на данную карту. Смотрите. Очень очень интересно. Я буду матрёню ставить в конце. Так. Тебя пропущу ход. Хай сначала они первые походят. Но они тоже вижу будут пропускать. Зайца убью. Чтобы он превратился. Вот так вот. Всё. Окей. Так. Черепаха. Не знаю. Тоже пропущу. Всё. Всё блин. Кидаем куда? Сюда. Вот так вот. Подальше от греха их отброшу. Там будут. Они короче будут заряжаться на моих этих. Молодцы. Зарядились. Да? Ну блин. Мункун же полетит сюда. Ставлю матрёню. Ждём. Что он сделает. О! Отлично. Заморозка на его пошла. Хорошо. Так. Заяц побежал на меня. Заяц дошёл. Ну потому что второй ход пошёл. Потом. Отойду сюда. Ээээ. Вот так вот. Запускаем ракету. Ой. Нет. 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 Нужно было ход пропустить. Я дурак. Я дурак. Бьём уже бессмысленно. Добьём конечно. Добьём. Надо было чтобы сначала матрёня атаковала. А потом уже мистер пи атаковал. А так получается полная фигня. Так. Иди сюда. Добивай зайца. Ну мы тут конечно выиграем. Естественно. Смотрите. Я уже вторую ульту запускаю. С винтуса. Ну 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 ну. Так. Тебя я туда отброшу. Заморожу. Чтобы не мешал мне. Тебя кидаем в ульту. Ты подойди сюда. Чтобы попасть побольше вону дать. Вот так вот. Они опять себе пропускают ход. Я добиваю. Этого. Так. Щиты. Щиты. Всё. А теперь берём тупо его гасим. Даже с контроля не выпускаем. Тут вообще дититу по контроль. Пропустить. Вот так вот. А. Чего я тянул в ряне. Можно было побыстрому убить его. Ульту показали. Как видим. Когда мы ультовали. Противник попал типа. Внутрь нашей матрёшки. И стоял. Ничего не мог делать. Герой в целом неплохой. Если вам нужен контроль какой-то. Кого-то нужно законтролить. То данный герой свою миссию выполняет. В принципе герой хороший. Интересный. А вот что вы думаете по поводу этого героя. Пишите в комментариях. А на этом всё. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Па-пах. Субтитры сделал DimaTorzok